У меня сегодня кошерный фон в виде кота. Хаюшки всем, с вами Дмитрий OnePoint. И сегодня, друзья, я вам расскажу, как же все-таки с помощью одного единственного способа можно поиграть в Forza Motorsport 5 или Forza Horizon 2 на ПК. И сделаю долгую паузу, чтобы люди подумали, подумали, может быть, погуглили. И поняли, что единственный способ поиграть в Forza Horizon 2 на ПК и в Forza Motorsport 5 – это купить себе Xbox One. Но все же на ПК поиграть можно. Счастливым обладателем Windows 10 доступно приложение Xbox. С помощью этого приложения вы сможете постримить свою игру с Xbox One прямо на ПК. Причем для этого особо ничего не нужно. Всего лишь нужно сначала к компьютеру в USB-порт подключить ваш геймпад с помощью кабеля microUSB, который, кстати, бывает идет в комплекте вместе с Xbox, но бывает и нет. Лично у меня этот кабель шел в комплекте вместе с аккумулятором. Но, тем не менее, любой другой кабель microUSB подойдет, геймпад это заработает. При подключении к компу Windows 10 сразу определит, что это геймпад и поставит быстренько драйвера. После этого заходим в приложение Xbox на компьютере, там логинимся и видим вот такую менюшку. Потом выбираем пиктограмму слева, которая будет внизу вторая. Это подключение к Xbox. Обычно Xbox находится сам сразу, если он включен и подключен к вашей сети одной вместе с компьютером, то найдется сразу. У меня без всяких проблем нашелся. Иногда придется ввести имя Xbox или его IP-адрес. Я точно не знаю, потому что у меня все нашлось автоматом. Выбираем его, подключаемся. И нажимаем потом, когда он определился, потоковую передачу. С подключенным геймпадом к компу можем себе спокойненько играть в игры с Xbox One. При этом, если Xbox One подключен и работает. В общем-то, дело не хитрое. Получается, мы просто играем в стриме с нашего Xbox на компе. Я лично особого смысла не вижу в этой фишке, но она довольно-таки забавная. Потому что можно, к примеру, записывать видео, при этом спокойненько себе играя на Xbox, слушая все звуки и имея минимальную задержку. Потому что, да, задержка все-таки есть, но она совсем минимальна. И благодаря чему это? Во-первых, благодаря вашему интернету. Если он быстренький, то у вас будет вообще проблем никаких просто не будет. Все будет шикарно и хорошо. Ну, а проблема в том, что все-таки разрешение слишком маленькое. Стремится игра где-то, наверное, в 720p. И то не с очень хорошим битрейтом. Поэтому пикселизация все-таки видна. Особенно, если у вас монитор Full HD на компе стоит. Будете видеть все просто огрехи потоковой передачи, которые только возможны. Как при плохом стриме на Twitch. Но все в угоду того, что задержка реально минимальна. Звуки не задерживаются. Прямо синхронизация идет отлично. И вот я для вас даже выставляю пример. Как выглядит картинка на самом Xbox во время игры. И как выглядит картинка на записи со стрима. Не обращайте внимания на подлагивание. Это у меня уже сам бэдикам немножко подтормажило во время записи. Так идет все плавно, все отлично. Но все-таки друзья, которые хорошо играют на Xbox, они заметят небольшую задержку. Ну, а для обыденных таких целей, просто поиграть в самое оно, конечно. В общем, друзья, на этом у меня все. Это было такое быстренькое видео, где я рассказал свои небольшие впечатления. И тутарил, как играть на Windows 10, транслируя с Xbox One. Вот такая забавная фича. Непонятно для чего она сделана на Windows 10. Никакие кейсы не могу для него придумать. Поэтому напишите в комментариях, как эту фишку можно использовать. Ну, на этом у меня все. С вами был Дмитрий OnePoint и мой кот Рыжик. Всем удачных покатушек и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok